Заходя в автобус, пассажиры редко обращают внимание на то, кто за рулем. Каждый день водители берут на себя ответственность за жизни десятков людей. На конкурсе профмастерства есть возможность доказать в мысках за рулем автобусов профессионалы. С волнением, как у школьников, опытные водители пассажирских автобусов настраиваются на испытания. Уже пройдена теоретическая часть. Теперь самая сложная часть конкурсов профмастерства. Нужно на деле показать, что управлять тяжелой машиной можно так же виртуозно, как и легковым авто. На этой конкурсной площадке своеобразный город в миниатюре. Здесь и движение по кольцу, и имитация парковок, и даже остановки. Единственное отличие – здесь нет пассажиров и другого транспорта. Но от этого сами задания проще не становятся. Внешне изящный вазь 12-метровых машин порой прячет за лобовым стеклом волнение водителей. Среди участников – как водители с 30-летним стажем, так и новички. Проверить себя пожелали практически все, кто свободен от работы. Сергей Улагашев вводит автобус уже почти 10 лет. Желание возить людей появилось еще в раннем детстве, когда отец брал с собой маленького Сережу на линию. Отец приезжал на обед, когда он сидит, так, в воде у нас с собой практически ляжет, вот такие вот, сяду на капусту, с ним догресса, катаюсь. Кому-то давно, кому-то нет. Ну, есть водители, которые вроде хотят, стремятся к чем-то, но не получается. Организаторы уверены, московские водители должны и могут выполнять работу идеально. Подобные соревнования только в помощь. Такое мероприятие все-таки стимулировать, это дух соревнования, во-первых, чтобы человек и волновался, и стимул был. Проезд по фигурам, по всем, фигуры довольно-таки сложные. Это просто, вроде бы, сказать, выполнить их, например, заехать на стоянку, так называемую, тещу, это самое сложное, я считаю. Кстати, руководитель автотранспортного предприятия тоже в списке конкурсантов. И именно он показал лучший результат среди водителей. Первое место среди водителей «Нефазов» завоевал Сергей Гусев, а лучший результат на «Пазе» показал Павел Русинов. Победители скоро отправятся на областной конкурс профмастерства. Ирина Сальникова, Александр Сальников, информационная программа «Мэйл». Продолжение следует...